Трёхзвенный, замкнутый, ломанный, пройти так, чтобы все эти точки перечеркнуть. Здесь четырёхзвенный, не замкнутый. Дальше я вам рисую точки следующим образом. Пятизвенная, пятизвенная, не замкнутая. Так, и последняя задача на эту тему. Во всех случаях надо пройти через все точки. Шестизвенная, замкнутая. А как по ней, замкнутая? Замкнутая, ломаная. Та, у которой начало совпадает с концом. Давайте я здесь покажу. Вот эта ломаная. Рисуешь, не отрывая руку от доски. У неё есть начало. Она может сама себе пересчитать. Если она начинается там же, где заканчивается, ломаная называется замкнутой. Если же она начинается и заканчивается в разных точках, то ломаная называется не замкнутой. Ну, разумеется, трёхзвенная, это что такое? По сути треугольник. Четырёхзвенная, ломаная, ну, что-нибудь такое. Какая задача? Перечеркнуть все точки. Перечеркнуть все точки. Скажите. Пройти через все точки отрезками. Так, молодец. Вы едете, покажи всем. Мила, возьми, пожалуйста. Один, два, три. Совершенно верно. Давай вторую задачу. Раз. Давай, давай, давай. Два. Так, отлично, четыре. А это решим? Всё, все есть решение. Действительно, две задачи уже решены. Две из четырёх вполне уже идём. Продолжение следует... 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 Ну, давайте смотреть, давайте смотреть, спасибо, садитесь, делайте все, что могли, давайте смотреть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 звенные ломаные. Вы, конечно, можете сказать, что отрезка здесь нарисована 6, правильно, но по одному из них мы проходили два раза. Так, здесь вот была тоже бомбинка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? За 8 отрезков вы можете, но просят за 5. Нет, ребят, даже если кто-то может за 6, а надо за 5, а у нас задача еще не решена. Не бывает. Или за 7? Нет, 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 здесь написано действительно минимальное количество. Быстрее, чем написано, нельзя. Мне кажется, получается шестидевренный. Пожалуйста, пожалуйста. 1 отрезок, дальше, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спасибо, садитесь. Вы могли бы тратить это, проверить. Вообще, посчитать до 8 лет, по 7 лет. Давай. Ну, наверное, все-таки мы их должны. тестировать там, чтобы вмешали слова. Но идея понятна. Проводим до того места, где эти линии пересекаются. Дальше. Молодец. Это действительно решение. Обратите внимание, какую замечательную идею он придумал. он заметил, что вот эта вот прямая. Видите, я уже не положу. Вот эта вот прямая не параллельна вот этой, которую я сейчас положу. Это две прямые с разными коэффициентами наклона. Почему? Потому что здесь один к одному, а здесь два к одному. И дальше все просто. Как только он понял, что эти прямые пересекаются, так ровно то же самое нарисовал с другой стороны и соединил эти две конструкции ответственно. А можно шестую? Да. Можно, пожалуйста. Один отрезок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Отлично. Отлично. Это чем-то напоминает стол. Да. Согласны? Да. И костюм. Ну, хорошо. Это кому что? Мне кажется, что это больше всего похоже на ножки, а это крышка стола. Да? Это буре. Такой костюм колдуна. Ради Бога. Вопрос, как можно было додумать. Очень просто. Смотрите. Если у нас есть вот такая конструкция, то смотрите, что мы можем делать. Провести сюда и дальше повести вниз отрезок. Так. Так. Заметьте, количество точек все возрастает. Дальше здесь. И дальше. Что у меня уже? Больше. Больше. Пять больше. Может, у меня и больше, но смотрите, что еще сделаю. Я делаю другое решение. Не такую картинку, а тут будет такая табуретка. Перевернутая табуретка. Значит, смотрите, как понять, что это замок и лобная. Один. Вот это первое звено. Это второе звено. Третье звено. Вот это вот у нас четвертое звено. Пятое. Это пятое звено. И это шестое. Значит, еще раз следите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Увидели? Да. Ну и здесь то же самое. Значит, один, два, три, четыре, пять, шесть. И возвращаемся в первую точку. Отлично. Мы решили эти задачи. А теперь то, что придумала одна девочка во время одного из моих кружков. Дело было очень давно. Я тогда работал в 1101 школе. Это на окраине Москвы. Магазин Лейпциг. Теплый станут в тех краях. Так вот, представьте себе, что на кружке. Девочка, когда мы разобрали вот эти две конструкции, вдруг сказал, а у меня есть еще одно решение задачи о 16 точках. Ни один из отрезков не вертикален, и ни один из отрезков не горизонтален. А, что у вас на вложке? А, у вас эта книжка есть? Нет. Давай, давай, тащи книжку. А у меня нет с собой. Тащи книжку. Нет, 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 нет. Действительно, да, я каюсь. Нет, не в этой книжке. Действительно есть книжка. Математический кружок называется. Это краткая версия того, по которой мы сейчас занимаемся. Да, да, да. И там эта картинка нарисована. Давайте все-таки вспомним сейчас ее. Там, типа жука. Нет, давайте, давайте. Вот вам точки. Вот вам точки. Рисуйте. Рисуйте. Вы даже помните, что это было на обложке. А я не видел. Я помню, но я не помню. Нет, все-все-все-все. Даже если бы вы не помнили, это можно прибыли. Это не такая уж страшная тайна. А можно нам вот это придумать? Шерлок Холмс говорил, То, что придумано одним человеком, может быть понято другим. Если она это придумала, то и вы сейчас придумаете тоже. Сообразите. Значит. Это не должно быть. 6 из 6. Да, да, да. Так же, как здесь. Просто у нее нет ни одного вертикального и нет ни одного горизонтального отрезка. Сколько точек? Нарисованно у тебя. 16 точек в виде квадрата 4 на 4. Здесь нельзя приментальные и вертикальные деньги. Да. Можно. Уже есть решение. В предыдущие решение. Все, когда. Взял на 14echнике. Вообще,ıma-то. Взял на 14-кулии, в день, загр Opинспорта на 11-кулии. Сколько делаем? Взял в начале. Взял в начале. А я поберю. Субежник, а я проехала. Вот так вот. Порта. Я наделом на 14-кулию. Это просто диагональ, а здесь тоже диагональ. Что? Нет, чем это похоже на жука, мы, безусловно, обсуждать все. Ребята, смотрите, давайте я объясню, откуда здесь что берется. Когда у меня есть 16 точек, то, проводя вот эти две диагонали, я уже очень многие точки перечеркиваю. Осталось всего 8 штук. Это совсем немного. Но важно как-то их пересечь, как-то суметь разобраться. И смотрите, что нам здесь предлагают. Брать вот такие линии. Что это означает? Это означает брать вот так и вот так. При этом продолжать эту линию сюда до пересечения и продолжать эту линию сюда до пересечения. И здесь симметрично. Брать вот так вот и так. Ну а дальше уже понятно, просто смотрим, где пересекаются при продолжении. Хорошо? Следующая задача из сборника задач на искусственных олимпиадах для шестых и седьмых классов. Господа, вы пятый, пятый класс традиционно участвует в этой олимпиаде наравне с шестиклассниками по тому же самому варианту. Вот так, как всегда у нас было. Задача. Представьте себе, что в распоряжении юного паркетчика имеются такие плитки. Буквы Г. Он хочет составить из них прямоугольник размером 5 на 8. 8? Да. А, ну что, разумеет. Он хочет составить прямоугольник размером 5 на 8. Не дробитесь, пожалуйста, складывать. Он сумел это сделать. И я сейчас, давайте покажу вам, как именно он сумел это сделать. Может, нам с вами не догадался? Нет. Нет, нет. Он сделал так. Вот смотрите. Здесь единички. Здесь, это вторая плитка. Я не хочу долго что-то стриковать, поэтому давайте я буду так делать. 4. Здесь у меня 5. Здесь 6. 7. Ой, нет, нет, 7 не так. Извините. 7 вот так. 7. 8. Ну и, наверное, вы уже видите. Здесь 9, а здесь 10. Так вот, смотрите, первая плитка у нас ориентирована так же, как и вот эта. То есть в виде буквы Г. А вот вторая плитка очевидно ориентирована в противоположную сторону. Согласны? Да. Да и третья плитка. Третья плитка тоже ориентирована. Четвертая, как буква Г. И пятая плохая. Четвертая, как буква Г. Плохая. Четвертая, буква Г. Седьмая тоже плохая. А почему она шестая? Шестая, как буква Г, все нормально. Восьмая, как буква Г, десятая, как буква Г, девятая, как буква Г. Ребята, здесь есть несколько неправильно расположенных плиток. Задача. Разрезать прямоугольник размером 5 на 8 на буквы Г. То есть, давайте считать, что обязательно, чтобы плитка была ориентирована ровно так, как нарисована. Ну, представьте себе, что с одной стороны у этой плитки клей, а с другой стороны красивый рисунок. Тогда, разумеется, очень важно уложить, да, не переворачивать. Поэтому задача вполне разумная. То есть, покрыть прямоугольник так, чтобы все буквы были правильной ориентированной. Значит, ребят, форма отчетности ровно такая, как я показал. То есть, 1, 1, 1, 1. Это одна плитка. 2, 2, 2, 2. Ну и так далее. Я специально показал, чтобы вы не пытались там цветными карандашами, иначе слишком много времени пойдет. Так, спасибо. Спасибо. Правильно составить прямоугольник размером 5 на 8 из букв Г. Их можно поворачивать, но нельзя переворачивать. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Да, та же самая идея, давайте сначала нарисовать линию, чтобы все сразу поняли. Быстрее, не так сильно. Цель же не клошное полотно создать, а чтобы все увидели. Да, спасибо, отлично. Смотрите, что у нас есть. К квадрату 2 на 2 добавляем такой вот прямоугольный треугольник. А можно просто? Здесь то же самое. К тому же самому квадрату 2 на 2 добавляем такой замечательный прямоугольный треугольник. Хорошо. Задача об автостоянках. Автостоянка представляет собой квадрат размером 7 на 7, который расчерчен на места для автомобиля. Давайте для простоты считать, что автомобиль квадратный. А 7 на 7 квадрат, то он и? 7 на 7 единиц. А вот каких единиц? Не очень понятно, да и не важно. Здесь выезд из автостоянки. Я сейчас покажу, как можно расставить 24 машины таким образом, что они смогут выехать. Так, стрелочкой показывается, ну, как сказать, куда она стоит колобовым стеклом, да? Итак, представьте себе, что машины здесь стоят вот так, здесь машины стоят так. Это вполне реально. Машина может выехать и сюда проехать. И здесь, вот внизу, они тоже могут стоять таким же способом. По-моему, даже машины просто ничего не мешают, просто быстро проехать. Так, посчитайте, пожалуйста. 24 машины. Проблем ни у кого нет. Однако, если вы добавите хотя бы еще одну машину, то обнаружите, что уже не удастся просто так, без того, чтобы толкать, передвигать. Здесь любая машина может выехать со автостоянки самостоятельно. Задача. Расставьте побольше машин. А можно менять одну? Конечно, нужно менять. Нужно сколько? То есть, ребята, давайте договоримся. Рекорд, который я знаю в этой задаче, 28 машин. Поэтому давайте меньшее количество мы просто не будем обсуждать. Хорошо? Если кто-то поставил 26 или даже 27, не будем. Требуется поставить 28 машин. Нет, все хорошо. Спасибо. Выход нет, можно? Что? Выход нет. Нет. Менять место, где выход, нельзя. Извините, пожалуйста. Да. А машина может разворачиваться? Ну, давайте считать, что может. А что мы прошу второй раз сделать? Нет. Да? Скажите. Ну, давайте посчитаем, сколько их штук. Так, пять, девять. Дальше. А, шеста нет, шеста нет. Вот именно. А у вас 27. Почитайте сейчас. То есть у вас правильная картинка, но, по-моему, у вас 27 штук. Могут машины по очереди, по очереди, по очереди, по-моему, у вас 27 штук. Нет, по очереди не могут, да? Иначе вы могли бы просто все забить машинами. Скажем, что? 29, но вообще 29 не бывает. Скажем, 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 пожалуйста, как вы видите. Задача на фантазию, ребята. Подсказка. Способ должен быть совсем другим. То есть, если вы пытаетесь здесь добавить одну машину, ничего не получится. А здесь одну машину можно? Нет, 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 еще раз. Нужно для 28 машин рисовать совсем другую конструкцию. Она может стоять в диагонали? Нет. Что у нее есть? Значит, господа, к сожалению, время закончилось. Что, известно? Сделать давай. Надо просто проставить стрелочку. Слушай, а лучше даже стрелочку, пишите числа сразу. Один, два, три, заодно посчитаем. Стрелочку легко проставить быстрее. Время третий окончилось. Время третий окончилось. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Время третий, двенадцать, четырнадцать. Пока ничего хитрого не предложено. Просто машины ставят вдоль стенки. Пока очень все естественно. А потом учу? Посмотрим сейчас. Шестнадцать, семнадцать. Что ж вы девятку писать не умеете, а? Нет, ребят, неужели действительно трудно научиться писать цифру девять? Научить? Научить? Что, не получилось? Нет, я по-другому записала просто. Время уже нет. Я понял. Пока что вы ничего не могли понять. Девять пришли нормально. Граждане. Граждане. Нет, ну, я не могу понять. Время уже не было. Но заeri, не понимаю. Затем. Конец. Ага. так понятно не решил задачу 27 на самом деле можно 28 все на этом давайте остановимся